Друзья, всем привет! Как вы знаете, этот год войдет в историю как год, когда самое большое количество людей на планете, когда бы то ни было, голосовало. Такой триумф демократии. Еще в истории человечества не было такого, чтобы несколько миллиардов людей в протяжении одного года избирали себе власть. Ну понятно, местами это как в России. Формальная история, местами очень даже реальная. И мы с вами сейчас поговорим о Европе и об Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, у которой есть все шансы во второй раз стать главой Еврокомиссии, остаться на этой должности осенью этого года. Что это значит? Какие позиции занимает Урсула фон дер Ляйен? Сейчас обо всем об этом расскажу вам подробно. Это будет очень интересно. Очень интересная статья вышла на политика. Я оставлю ссылку на нее в описании. Кому интересно, прочитают всю статью. Но я использую часть материалов из нее здесь. Плюс расскажу вам другие детали. Я думаю, вам это будет очень интересно. Итак, друзья, не забудьте подписаться на канал. Лайк, шер, комментарий, подписка, колокольчик. Не забывайте про наш сбор на маскировочные сети. Это сегодня очень нужно. За Москву и наших. За хесты наших. Это наш сегодня девиз и это наша сегодня задача. И вместе с вами мы обязательно с ней справимся. Итак, начинаем. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Я думаю, не все, может быть, знают структуру и идею европейского правительства и как там распределены роли. Ну давайте так вот в общих, скажем так, чертах, очень общих чертах, но все-таки пройдемся. Итак, Евросоюзом управляет, можно сказать, три органа. Это Европейская комиссия, Европейский парламент и Европейский совет. Европейский совет, это совет глав государств и правительств стран Европы. Понятно, то есть вот собрались, 27 человек, приняли решение. Но у этого совета есть глава и сейчас должность занимает Шарль Мишель. Но мы уже точно знаем, он бельгиец, но мы точно знаем, что он с этой должности будет уходить. Шарль Мишель, тот, который похож на нашего шмыгаля, премьер-министра Украины, многие путают. Да, ну в общем, Шарль Мишель, он это должность покидает. С какой-то натяжкой, с какой-то огромной натяжкой, можно сказать, что Шарль Мишель президент Европейского Союза. А Урсула фон дер Ляйен, глава правительства, премьер-министр Европейского Союза, глава Еврокомиссии. Ну и Европейский парламент, понятно, парламент. Его сдавляет Роберто Миццоло. Очень сейчас появляется много материалов по поводу того, кто и как в этом году меняется кадровый состав. Что мы точно знаем. Знаем, что уходит Шарль Мишель, кстати, у которого с Урсулой фон дер Ляйен плохие отношения, совсем плохие отношения. И вот уже, в общем, они от кого это не скрывают. Но Урсула фон дер Ляйен, грубо говоря, внутреннюю борьбу у него выиграла. И он уходит, вроде как будет баллотироваться он от своей бельгийской партии, возвращаться в такую политику. Посмотрим, ну вот то, что он уходит, это как бы 100%. Дальше Урсула фон дер Ляйен. Вот она, скорее всего, об этом пишет политика, уверенно идет к своему второму сроку. Что ей может помешать, сейчас поговорим. Роберто Миццоло, глава Европарламента, тоже, скорее всего, остается на своей должности. И еще есть там один из таких ключевых, которые мы сейчас услышим. Верховный представитель по внешней политике, сейчас это должен занимать Джозеп Боррель, грубо говоря, министр иностранных дел Европейского Союза. И есть вероятность, что эту должность займет Кая Калас, премьер-министр Эстонии. И вообще есть расклад, при котором все четыре главные должности займут четыре женщины. Курсули фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии, Роберти Миццоло на посту главы Европарламента и Кая Калас. Возможно, как министру иностранных дел Европейского Союза, Верховного представителя по внешним делам, может быть, добавится вот эта освобождающаяся должность, которую сегодня занимает Шарль Мишель, главы Европейского Союза, возможно, займет Мэтта Фредериксон, это премьер-министр Дании, тоже женщина. Ну, такой будет уникальный случай. Выборы в Европе, все это проходит, как это все будет определяться. Это компромисс между странами, и это результаты поддержки в Европарламенте. В прошлом раз вот то нынешний состав, то есть Миццоло, фон дер Ляйен, Шарль Мишель, этот состав был приведен к власти небольшим большинством, 383 голоса при 374 необходимых они имели в Европарламенте, и ПИП, это такая правоцентристская партия, социалисты и либералы. Вот это тогда они, ну, как бы все-таки более, скажем, центристские партии объединились и выдвинули вот такой набор и такой пассианс разложили. Какие интриги в этом году? В этом году, а выборы в Европарламент состоятся в июне месяце, в этом году очевидно, что растет популярность правых партий и даже крайне правых партий. Насколько они будут значительными, то, что они возьмут большинство, вряд ли, но, возможно, они займут такие позиции, что все-таки это поменяет расклады, но это уже гадание на кофейной гуще, мы этим заниматься не будем, но это, безусловно, тренд, который может иметь значение. Вернемся к Урсуле фон дер Ляйен, а все-таки, а кто же она и какие же у нее позиции? Но я хочу вам сказать, что для Украины, если Урсула фон дер Ляйен останется на своей должности, это хорошая новость. Она немка, хотя, кстати, рожденная в Брюсселе, ее отец был одним из первых руководителей Евросоюза, Эрнст Альбрехт. Она родилась, когда он работал в Брюсселе, она, соответственно, родилась в его семье там. Врач по образованию, в прошлом протеже Ангела Меркель, это нас, наверное, с вами не сильно радует, но это все уже в прошлом, Ангела Меркель нет, а Урсула фон дер Ляйен есть. И, как я сказал, имеет наибольшие шансы во второй раз возглавить Еврокомиссию. Она проукраинская, по нашей простой терминологии, она понимает значение Украины и поддерживает европейскую интеграцию Украины. Для нас это супер важно. Она неоднократно была в Украине, я тоже имел честь не встречаться. И вот, послушайте, например, фрагмент ее выступления с трибуны Верховной Ради. Подальше, зміцнення ваших антикорупційных зусиль, ухвалення закону про лоббиювання, зміцнення двоих аспектів в межах системи декларування майна, а також виконання решти рекомендацій Венеційської комісії щодо національних меншин. Это заходы, необходимые для повного виконания семи кроков. И вы можете это сделать, и сделать это быстро. Вы уже выполнили их больше, чем на 90%. И мы будем продолжать надавать вам всю технично-політичную поддержку, которую вам понадобится. Я уверена, что вы можете достигнуть своей амбицийной метой. И это, что ухваление исторического решения про начатку процессу переговоров про вступ в ЖТЁ. Ну и действительно, с ее поддержкой решение она большую роль сыграла в том, что было принято решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Знаете, его активно атаковал Виктор Орбан, но в итоге есть результат, и нам очень большую роль в этом сыграла Урсула фон дер Ляйн. Дан Кишон. Дальше ее позиция, ну и позиция ее не меняется. Вот сейчас она в Давосе встречалась с Зеленским и сказала, что начинают они уже скрининг украинского законодательства. Ну то есть, со своей стороны, все, что может, она делает, чтобы не просто шел процесс европейской интеграции Украины, а чтобы он шел очень быстро. Ну, насколько это возможно в такой бюрократичной, как говорят, еврократы. Ну, европейские бюрократы это отдельная каста, но она реально этот вопрос очень серьезно толкает. Что же она говорит о нашем главном враге, России? Тоже здесь ее позиция ясна, понятна, четкая. И вот она, послушайте, что она говорит, опять же, в том же самом Давосе по поводу того, что Россия не добилась никаких целей и она как раз объясняет, что никакой катастрофы у Украины нет сегодня. Послушайте. So let me provide you with some real information. Russia is failing on strategic goals. It is first and foremost a military failure. We haven't forgotten that when Russia invaded Ukraine, many feared that Kiev would fall in just a few days and the rest of the country within weeks. this did not happen. Instead, Russia has lost roughly half of its military capabilities. Ukraine has driven Russia out of half of the territories it had captured. Well, правильные слова. Потому что Путин несет потери, Украина стоит. Это явно не то, на что рассчитывал Путин. Хотя война продолжается и нам с вами это очень тяжело дается. Также вот еще характерное выступление, где она сравнивает Россию с Хамас. О, это отдельная история, то есть конкретно террористами. Послушайте. Иран, Хамас' патрон, only wants to fuel the fire of chaos. Russia, Иран's wartime customer, is watching carefully. Russia and Хамас are alike. As President Zelensky has said, their essence is the same. Both have deliberately sought out innocent civilians, including babies and children, to kill and take hostage. This is a barbaric way to fight. And left unchecked, this contagion has the potential to spread from Europe, across the Middle East and to the Indo-Pacific. Western resolve is being tested every day by those searching for any weakness. Any success they gain will inspire more violence aimed that upending the existing order. И делает, заметьте, Hudson Institute, это один из таких известных think tank, мозговых центров в США. То есть там, где поддержка Израиля вообще несомненная в США, потому что в Европе там по-разному. Там сложная ситуация на уровне Европейского Союза. И, кстати, такой вот определенной бурей на политическом пути Урсулы фон дер Ляйен стала ее молниеносная реакция на террористическую атаку составной Хамас против Израиля. Когда она приехала в Израиль, полностью поддержала. В Европе тут такое отношение. Оно ей намного более неоднозначное. А вот она прямо четко, ясно, ну, показала такой свой лидерский стиль в очередной раз. И это хорошо. А потом смогла уйти от всех тех атак, которые после этого на нее были направлены. Кстати, вообще мастеру хотеть от атак и использования возможностей. Еще известная история Софа-скандал. Это когда она вместе с Шарлем Мишелем приехали на встречу к Эрдогану. И Эрдоган посадил Шарля Мишеля в кресло, как бы равное себе. А Урсулу фон дер Ляйен не то, что даже в кресло равное, А где-то со стороны на диван. Посмотрите, как это выглядело. Ну, и это стало большим скандалом. Потому что в этом смотрели такую, знаете, Исламскую, восточную традицию Отдаление женщины и минимизация роли женщины. Что, конечно, для сегодняшней Европы недопустимо. И на этом, и как себя повела Урсула фон дер Ляйен, Показывает, что она очень мощный политик. Она все поняла. И максимально воспользовалась этой ситуацией в свою пользу. Утопила Шарля Мишеля. А сама очень серьезно ее ставки в Европейском Союзе поднялись. Ну, и когда на фоне такого она сравнивает Путина с Хамас, Друзья, это о многом говорит. Кстати, наш разговор об Урсуле фон дер Ляйен, Это еще и разговор о самой влиятельной женщине мира. По версии американского Форбс. Именно ее, Урсула фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, Которая играет большую роль в жизни почти полумиллиарда граждан стран Европейского Союза, Форбс поставил на первое место. На второе Форбс поставил Кристину Лагард, Главу Европейского банка. И на третье место вице-президента США Камалу Харрис. Поэтому Урсула фон дер Ляйен для нас с вами, это вариант хороший. Вообще, если это четверка, Урсула фон дер Ляйен. Роберто Мицоло тоже абсолютно проукраинская. Неоднократно ее слышал лично. Она просто большой молодец. Про премьер-министр Эстонии Кая Калас. Эстонцы все наши друзья. Там просто нет людей, у которых другая точка зрения. То есть, это тоже очень мощно. И Мэтта Фредериксон, Дания. Дания, которая сегодня F-16 колится и дает нам оружие. Ну, в общем, это все те люди, которые очень хорошо понимают угрозу от России. И очень, очень поддерживают Украину. Друзья, это очень хорошие новости. Ну, и вот такой разбор, кто такая Урсула фон дер Ляйен. Как она проложила свой путь, надеюсь. И я поддерживаю. Если она станет еще раз главой Еврокомиссии, для Украины это будет хорошая новость. Но решать будут европейцы, а мы будем с вами за этим внимательно наблюдать. Потому что наше будущее в Европе. Держим строй, друзья. Держим строй, друзья.